все можно потихоньку давайте еще раз покажу не комплексовал ты смотрел сейчас на просто ты ложишь и что получается когда лишь материал у тебя на соколе ты просто видишь положил вот таким и тихонько снизу положим и тихонько снизу и опять смотри можешь вращать шпатрикон то есть не обязательно чтобы это было чтоб он прямой да и держать его жестко знаешь вот только так и никак иначе то есть ты можешь его вот как я его вращаю могу взять вот так в руку то сейчас нанес материал то есть сначала ты не рисуешь просто материал да наносишь там определенной толщины там порядка там миллиметра 2 миллиметра полтора вот и все и потом еще и в голове у тебя вот то что я тебе говорил образ волны да можешь еще взять образ как я ребятам говорил бутон вот цветок да как помнишь он цветет ну вот он в бутоне да и потом открываются да и вот лепестки вот это можно тоже сравнить с лепестками вот представь что в бутоне да вот идет край да потом все еще накладывается лепесток еще лепесток да потом лепесток 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 потом на него еще раз лепесток да ты уже к этому не подходишь не перекрываешь вот таким а можно еще какой у тебя будет ассоциация вот мы сказали даст когда набегает песок на берег а еще это может быть чешуя да вот представь что как она перехода они что же да не пересекаются вот получается положил да вот например чешуйка да и вот и вторая чешуйка еще чешуй и вот какой образ тебе ближе всего вот на тот на том образе ты можешь и сосредоточиться какой-то там чешуйка накаты волны бутон что тебе ближе потом сосредоточиваешься какой на чешую все значит вот чешуя тут и и пробуем материалов должно быть достаточно да чтобы если там чувствуешь маловато просто добавь а потом вот когда ты научишься двигаться то есть не обращай внимание пока на эти соплисточки ничего просто вот попробуй просто подвигай вот этой модельной массой и посмотришь какой след оставляет у тебя инструмент когда его нужно под каким углом брать это слишком ты большой угол делает о вот такой отлично начинаешь отсюда вроде ты как подтягиваешь и отпускаешь подтянул отпусти подтянул отпусти подтянул и тоже больше играл вращающий шпатами чтобы нет не получилось что они все у тебя будут ну хотя пока да хотя бы сейчас начни с того что вот сам принцип как это вот идет волна отпускается и там чешуйка не нет если тянешь 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 отпускаешь то есть тоже чувствовать материал это же получается за счет чего у тебя получается наплывчик за счет того материала который ты подтягиваешь а потом оставляешь возьми там бери еще сколько тебе материал столько и вот как раз нас сейчас как к этому я им покажу пока она еще свеженькая что мы хотим добиться вот такого у каторочки такими вот на площадке как мы говорим среднеземноморская штукатурка нормально и у если если да ты не бойся например ну а есть типа больше нет вообще там если например да у тебя что получится что у тебя слишком много будет материала то есть чувствуй да 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 чувствуй что материал у тебя был равномерный не получилось так что у тебя в середине будет слишком много на краях будет слишком мало. То есть, если чувствуешь, что материал мало, значит, вот, прочелся и... То есть, произвольно, не... Ну, как там? Там, наверное, нет. Никаких правил нет. Да, да, никаких правил нет. То есть, ты вот тебе как тебе... Что тебе ближе? Почти я тебе говорил, что это не значит, что ты должен точно скопировать мой почерк. То есть, это как? Общее правило. Есть правило. Вот такое. А ты уже смотришь, как тебе удобно держать шпателек, где тебя отпустить. Может тебе там удобнее вот так. Раз, там. Вот такие движения. Я же не знаю. Вот так. Чуть пройтись еще. Это уже... Ну, как тебе? Для начала, вот, то, чтобы ты понимал, с чего она начинается. Вот она начинается. Потяну, потяну, Оставим. Потяну, оставим. Потяну, оставим. О, вот это уже мне больше нравится. Когда ты не... Вольная походка от бедра. То есть, ты не сжат, ты свободно себя чувствуешь. Потому что, опять-таки, правил нет. Или законом, точнее. Законом нет. Есть общие правила. Можешь перевернуть экспозиторчик. Стену, когда ты делаешь, не перевернешь. А, ну, так стену, когда ты делаешь... Ну, хорошо, хорошо. Теперь еще раз то, что я, там, наголошу, да. Что больше практики. То есть, когда мне спрашивают, там, Олег, а вот за урок я смогу чему-то научиться? Я говорю, обязательно. Чему-то вы обязательно научитесь. Ну, чтобы, например, овладеть этой техникой, все это зависит уже дальше от ваших... Такой, как я говорю, настырлости, да, там. Пришли домой, приехали домой, взяли материал и пошли практиковать. То есть, знаешь, это, вроде как, игра на музыкальном инструменте. Это мне знакомо. Вот, если ты с этим знаком, то, получается, нужна каждый... Ну, нужна практика. И если ты уже научился этому, то это не значит, что если ты не практикуешь, то ты просто все забудешь. Я, например, не поработаю два... Ну, около двух месяцев. Все, у меня тоже начинается такой комплекс. Хотя, вроде, уже много лет этим занимаешься, но постоянно нужно практиковать. Ну, и постоянно нужно практиковать. Будешь практиковать, будет... будет то. И вот то, что я еще раз повторю, что не стоит, ну, вот, комплексоваться на том плане, что вот не быть себе слишком критичным, да. Слышишь, папаша? Не быть себе слишком критичным. То есть всегда находи, за что себя похвалить. И посмотри, что с каждым разом у тебя будет получаться все увереннее и увереннее. Это значит, это как, я не знаю, езда на велосипеде, да. То есть тоже... Или там езда на коньках. Но любое какое-то умение, оно приходит со временем. Не отказывайся от этого. Прикладываешь усилие, как так сказать, сознательное усилие в это направление. И будешь я счастлив. Все, вот смотри, остался. Вот это очень хорошо. Вот если ты такие же движения, вот видишь, уже пошел дальше, вот буквально, как я ее называю, карфагенскую штукатурочку. Когда ты вот так вставляешь такие. Вот попробуй здесь, вот как ты здесь начал. И даже у меня так не получится. Вот попробуй все такие же движения. Вот это твое. Во! 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 Все, вот и оставим. Отлично, 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 отлично. Все, вот попробуй. Вот это вот сейчас мне. Долучик положил. И поверь, что в декоре тоже важно вовремя. Что? Остановиться. Остановиться. С этим средством там. Вот здесь, мне кажется, достаточно, да. Так, значит, что здесь мы дальше. Вот мы сделали эту средиземноморскую, так. И теперь проходим. Вот то, что ты говорил, с потлевочкой мы проходим. То есть мы уберем. Теперь я понял, почему у меня дома рисунок не получился. Да? Все. У меня как бы были вот эти напоицы. Да. Ну, были такие еще полосочки, я поставлял. Ага. Я просто взял и сдер их. А-а-а. А тут, видишь, ее сдирать не нужно. Ты только их чуть-чуть, ну, как мы говорим, видишь, как будто... Насухо, типа, полирнул. О! Да-да-да. Вот как будто бы я их насухо чуть-чуть полирнул. Зачем это мы делаем? Чтобы у нас был вот-вот поярче венец. Да-да-да, чтобы они у нас хорошенько читались. То есть то, что тебе там особо, ну, может быть, не сильно нравится, то и не нужно его там сильно выделять. А то, что тебе нравится, ты можешь хорошенько выделить. И вот смотри. Этот даже вариант. Этот вариант, это тоже как самостоятельное, может выступать как самостоятельный элемент декора, как художественная отделка стен. Вот то, что мы сейчас делали, сейчас я покажу. Может быть, им видно, не видно? Вот под стенки сейчас. За это вы меня возьмёшь? Нет-нет-нет, я же прям сейчас подставлю. Покажу поближе. Вот. Вот у нас получилось. Получается, типа, вот эти выступы? Да-да-да-да. Получается, что вот эти выступы, мы их отполировали, и они у нас заиграли. Ну, должно быть им видно. Хорошо. Морискозлящий свет. То есть она уже может быть, да, как самостоятельный, как самостоятельный элемент. Назови, да, найди хорошее название их, удачное. Вот как там, назови, какая тебе там нравится там. Персидская. Отлично. Вот мы её назваем, персидская штукатурка. Вот. И всё. И, по идее, у тебя уже, ты можешь его, видишь, оставлять, это уже будет на стенке. Ну, хочешь, скрой их воском. И не обязательно, что это воск будет именно по Венеции. Это может быть, там, и, там, тот же, может, воск и по Марсельчику. Угу. Да. Вот. Сейчас надо, кстати, можно... Ну, я так понимаю, что вот для Марселя этот, там, он более матовый, да, а тот более глянцевый. Или отличается от этого? Попробуем. На нашу, да. На нашу. Уберу. Да, пока. Можешь чуть дальше. Подожди, а почему? Так это не воск, это что-то другое. Это похоже на... Ну, переложили. Видно этот... Брезу. Ну, это не... Это не воск. Это не воск. Русской. В штукатурочке мы попробуем применить тиркомовский воск. Ой. По Марселю. Нанесем его металлическим шпателем. То есть движение, видишь, положил, снял. Положил, снял. Положил, снял. Положил, снял. Положил, снял. То есть те же, которые мы применяем и по Венеции. Тоже, как по Венеции, мы стараемся положил и больше туда не возвращаться. То есть это получилось, что мы сделали. Это вроде как мы с Венецией сделали фактурку. То есть тот же Марсельчик можно назвать, да? Только тут мы сняли два материала, две техники. И сейчас он немножко подсохнет. И ты покажу тебе еще один приемчик, ему тебе тоже понравится. Голова не начала болеть. А, это бывает, бывает. Ну ничего, ты вверх и память. Ты же подготовленный уже, построил мастер-класс. Ну да. Это же не только если человек с улицы. Это же человек подготовленный. Вот здесь получилось у нас такая ночь. Мы можем сделать такую полосочку еще чуть-чуть. Ну, может пускай так и останется. Все, теперь мы должны дать ему подсохнуть. Если мы сейчас начнем его играть с ним, то может быть не очень. Как может его? На солнце? Да. Да, давай его на солнце. Там пробовали китайский шелк. Смотри, вот мы по китайскому шелку тоже можем, да, пройти. Тоже получается определенный, тоже интересный. Вот почему я тебе говорил в начале нашего разговора, что ты не комплексовался, да? И вот, ну, если, например, этот воск, вот он для Марселя, его все. Больше его только по Марсель, только по фактуре там. А уже по Атачендо, ну или как по нашему китайскому шелку, уже вроде как ничего нельзя. Можно. Никто тебе не запрещает даже смешивать эти материалы один с другим. Никто не запрещает. И все, у тебя получатся там техники, которые там только ты, так сказать, и владеешь. Получатся оригинальные какие-то композиции. Получается, чем хороша, когда ты не комплексуешься, то есть есть определенная задача. Например, сделать под какую-то плитку, да, или под какую-то ткань, под какую-то драпировку определенный декор. И когда ты, например, знаешь, как материалы работают друг другом, что происходит, да, когда там накладываешь один на другой, тебе легче уходить в положение. То есть ты не сушишь мозги, как это. Я думаю, что здесь надо снимать, потому что если еще что-то я захочу, то это уже будет, мне кажется, перебор. Тоже в нашем случае важно вовремя остановиться, ребята, в нашем декоре. Потому что бывают такие случаи, когда я там раз и замордовал образец. Вот кажется, вот сейчас еще положи еще чуть-чуть, и мы сделаем красоту неописуемую. Там я заклеил надежно. Да. Оказывается, вижу, вот это паспарту нам тоже дало возможность. Все. Я вам сейчас покажу. Она удачно так получилась. Сейчас я покажу, что получилось, когда мы совместили несколько техник. То есть это у нас китайский шелк, да, павлин-мавлином, и сверху воск по Мерселе. Вот получилась вот такая оригинальная декорчик. Вот она вот так светится под светом. Получаю такая видные прожилочки перламутра под низом, да, и такая вот такая анриотическая, или как там, эггейская штукатурочка. Нужно назвать ее так, эггейская моря, эггейская штукатурка. Так что делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше нас. Вот, вот, вот. То есть ты уже видишь, да, что, как она проявляется. А потом она проявится еще поинтереснее. Поэтому вот тоже, опять же, то, что я говорил, помнишь, когда ты расширяешь горизонты, да, когда ты не заширенный. Получается, что с этого же материала, да, с венеции ты можешь делать и подобные вещи, да, и, как мы называем, структурные, фактурные. То есть она не ограничивается вот только там глянец, только отполированный мрамор, да. То есть он может быть и в таком виде, да, это может быть старый мрамор, да, это может быть там наподобие мармарина, травентинчика, понял? Угу. И тоже она смотрится великолепно. Сейчас я им движу потом. А вот так ты его хорошенько подошел. Оно, оно там будет, здесь так, а, тут засечивает. Ну, надеюсь, ребята, вам будет хорошо видно. О, вот-вот-вот-вот, да, так Паша мне по таким углам показал. Вот его авторская штукатурка. Назови ее, как мы говорили, персидская. Шикарно. Так. Теперь что? Можешь ее перевернуть. Полированный штамм. Сейчас мы скроем ее. То есть смотри, уже, да, можно, например, что там, даже взял воск, скрыл, ну, чтобы защитить. Или что там можешь, тот же, взять ту же авторскую лазурь, да? Да. Прошелся ее. То есть получается, что когда ты уже научишься вот эту средиземноморскую штукатурку делать, да? Или там карфагенскую, как мы говорили, или маракеш. Ты уже даже, уже на этом этапе, ты уже можешь его покрывать лазурями, патинами. А уже патина, это уже где-то близко опять к чему? Полупрозрачная Венецианка. Вот, сейчас. Достаточно. Теперь попробуем волшебного воска. Или как он тут называется? Воск. На пивматовый. Точно. А я тебе еще показал, ну, показать, помнишь, фокус? Он сейчас там подсохнет. Да. И покажу один, ну, фокус с этим глазком. Положаю. И наноси так, как ты наносишь Венецию. Положил, снял, положил, снял, положил, снял. И не возвращаешься к... Да, вот так. Положил, положил, снял, положил, снял, положил, снял. Получается, уже это у тебя получается как что? То же как прозрачная или полупрозрачная Венеция. Понял? Вот когда ребята говорят, что вот, если бы найти вот такую Венецианку, чтобы она была такая прозрачная. Вот он, ребята, выход с положения. То есть, вот тот же воск, он же лазурь, да. Вот. Отколеровали его и получили прозрачную Венецию. А сверху, если будет желание, можете пройтись еще раз Венецией тонким слоем и у вас будет такая многоцветная Венециана. Или с большей глубиной. Понял, да, о чем я говорю? Вот представь, что поэтому ты можешь пройтись еще с Венецианкой. Получается, он же у тебя дал уже пленку. Понял? У тебя уже не будет основа брать материал. И тонким слоем ты можешь Венецианкой сверху пройтись. Или в этот же воск добавь немного Венеции. Понял? Если она акриловая и он же, ну, так сказать, поливенецитатная эмульсия, то, в принципе, они с другом подружатся. Можно даже попробовать вот на том образце, который мы сейчас оставили. Я его, я покажу, что можно с ним сделать. Раз, а потом второго мы еще добавим туда Венецию. И ребята, сделаем вам, покажу этот, секрет старых мастеров. Секрет старых персидских мастеров. Ты можешь переворачивать, не комплексуйся. Вот тут же, вот, раз. Тебе, да. Это же если я сказал, что положил сняток, это, не знаешь, там уже нельзя. Да, там совсем. Это, я к тому говорил, чтобы, если ты будешь проходить, еще раз проходить, проходить, то здесь будет, например, совсем перекрыто, да? А там будет где-то густо, а там где-то будет пусто. Все, вот, пускай это дело, тоже сухо, мы его на свежую воду. Ага. И если та штука высохла, можешь ее сюда нанести, мы кое-что с ним еще. Эксперимент. Тоже, ну, желательно, чтобы инструмент был чистым. Да, вот мы его протрем сейчас. А, ну, мы сейчас потроем. Если она не будет прилипать к рукам, то, значит, вот. Она же полуматовая. Ну, да. Ну, вот этот. Еще. Ну, тогда мы не будем его не трогать, я просто один фокус покажу, а потом оставим еще его раз. Ну, пускай он там дозревает. Что в этот фокус включает он себя? Когда она уже подсохла, то есть получается, что... Вот что такое воск, да? Воск это природный акрил. Ребята, вы тоже понимали, да, что пчелы это, то это он. А это у нас там... Ну, это же тоже нефть, значит, тоже какой-то, ну, синтетический. Вот. Или органический. Полуорганический. Вот. Все. Что мы можем тоже? Что? Конечно. Вот для сравнения, что ты видел, какой он был и какой он сейчас станет. Не даже на ощупь. Ты возьми его здесь, потрогай. Да, и возьми его там потом. Угу. Чувствуешь? Да. Ну, и чем тебе не, там не Венеция. Потрогай. Угу. Аураль. 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 А теперь зато руку мы подмешаем. Подмешаем в наш воск, подмешаем немножко в Венеции. Вот наш воск, да, по Марсельчику отклированный. И возьмем в Венеции. Вот такая она у нас была. Фисташковая. Можно даже чуть меньше. Ну вот где-то один к одному, чтобы вы понимали, в каком соотношении. Сейчас замешаем. Что я без Паши делал на этот раз сразу? Скорая помощь. Так, вот мы его. То есть они между собой хорошо ладят. То есть та акриловая, этот акрил, они между собой хорошо. Сейчас она одной снимет. Вот. И... Паш, что самое интересное? Оставляй пока ту грязь. Я смотрю. Нет, так ты попробуешь. Это ты же уже пробовал Венеции. Ну или тут попробуешь чистое Венеции. Потом, как мы называем это, авторскую, да? То есть ты сам ее можешь сделать. Хочешь чуть больше густоты, хочешь меньше. Ну почувствуй, ну что, по работе, как она себя... Чуть-чуть. Не надо там много набирать. Не почувствую. Что она себе представляет? Вот уже. Вот уже, как Светана. А? Как Светана. Да, видишь, ты не боишься, что ты там где-то... И вот она, видишь, получается такая полупрозрачная. Давайте я вам сейчас подвижу, чтобы вы понимали, как он ее наносит. И вот она такая пол... Один к одному с воском. Получается такая полупрозрачная Венецаночка. Даже сбоку она там уже что-то будет отполировываться. Ну и как ощущения? Не знаю. Да. Здесь уже, видишь, нет такого комплекса, да, перед Венецианкой? Не. Ну, ватчешь. Как ты повел, носить игрушки или, блядь? М? Скажи, носить игрушки или, блядь. Блядь. Слова моей бабушки. Да. Так что, видишь, так вот. Все, может, перевернуть? Да, тебе будет удобно. А здесь, знаешь, как можно? Можем даже здесь сделать... Ну, можно Венецию сверху. Ну, я бы тебя, конечно, пригодил сейчас вот этим. А потом в этот... Какой-то мусор получился. Помнишь, я тебе говорил, чтобы ты не перебил... Ну, вот все. Да. Хотя и это вроде как лазурь, но тоже правило. Лучше положил, да? Там один слой. Да, а потом... А потом, если нужно будет, ты еще раз можешь там вернуться, когда это будет необходимо. Здесь мы ложили. Ложили. Ложили, все, положили. Теперь... Пускай это от... Ну, мы уже пострелили, да. Не, ну, может, его чуть-чуть полирнем. А сейчас ты попробуешь этот, но не лазурь, а уже вот по... Как мы назовем? Авторская, да? Авторская Венеция. Или авторская патина на основе там... Венеции и воска, да, по Марселе. Вот так, воск Марселя тоже лазурь, да? Вот этот, наши обойные клеи с клеем ПВА. Не полирнем, да? Нет. А, стоп. Да, может, на его чуть-чуть полирнем. Вот сейчас мы помоем. Я тебе послужу немножко. Ну, а по материалу, как вам говоришь, сметанка, да? Ну, вот красочка, да? Красочка, действительно. Вот когда они говорят, вот что такое звездковая. Вот звездковая, может быть, почему мастера? Ну, она более такая, более прозрачная. Видно более глубина. Так вот, ребята, можно... Я, конечно, извиняк, ну, мне кажется, ее ни с чем не смешать. Правильно? Да, она такая. Что-то нужно. Да, полирни, да. Ну, помнишь, как мы полируем хорошенько там... Помнишь, как будто бы ты снимаешь стружечку с нее? Вот, 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 вот. Вижу, интересно, как она проявляется. Сейчас я вам покажу. Ну, буду показывать. А ты? Ты пока его шуруй. А я его сейчас, так оно превращается. Давай. Сейчас под руки мастера. Смотри, как новоиспещенного ленинсанщика. Чувствуешь, как крылья растут? Это будет приятно тебе посмотреть, как ты начинал. Да? Да, я думаю. Твои движения, а? Да, да, да. Да, еще перед камерой тут тоже еще. Я не предупредил, что будем снимать. А? Ну, а еще перед камерой немножко там пока комплексовывал. Ну, я догадался, конечно. А, ты догадался. Ты кто-то не знал, когда это началось, да? Да. Ну, как бы... Я только раз. То есть был готов. Что это будет репортаж. 100%. Без репортажа Антона не отпустит. О. Красава. А, ну, давай я еще. Смотри, вот здесь получается, чуть-чуть можно, да, да? Нет, да, это самое. Да, 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 да. Вот ты можешь еще, смотри, вот что я делаю. Беру руку. Это тоже очень важно вот эти все моменты. То есть когда ты в совершенстве владеешь инструментом, то ты можешь многое. Вот. Или, вот смотри, или вот так нажал. То есть стена... Вот здесь тоже. Да, стена неровная, как правило, и ты не сможешь, например, там, так ее все, чтобы был рисунок у тебя везде. А вот же, используя вот этот приемчик, да, ты можешь везде. Да, да, да. И не спеша, не спеша. Самое главное, чтобы это тебе доставляло удовольствие, да. Вот я помню эту историю, когда мы делали Венецию, мы там пальцы в кровь, все, там слезы. Вот. И нам Миша показал Венецию. Я видел, как человек первый раз работает играючи, с удовольствием. А мы его полировали, представь, Венецию полировали на сухую. А он на мокрую. Ну, на полуподсыхание. Вот как сейчас, например, вот это взять. И вот он немножко прихватился, я так надеюсь. И возьми, да. Там тяпочка надо снять, вот это мокрое. Да, 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 да. Ничего, ничего, даже если мокрое, главное, чтобы не было... Да, не было вот этих вот следов. Вот ты построил сейчас, как он? Видишь? Какой он? Ну, вот такой, да. Да, давай, что же покажу. Да, ну, поверьте, мокрое. Теперь... Ох, шо. Переворачиваем. И на ощупь можешь тоже потрогать сейчас, Паша. Какой сейчас, да, и какой здесь. Чувствуешь? Вот твоя можешь тоже приложить золотые ручки. Только, по-моему, видишь, что-то оно, по-моему, сыровато. И вот наша персид, персидская штукатурка. Ничего, ничего, он крепкий, там хорошая станка. Я все объясняю. Я в свое время там был, нужно, необходимое было бетон заполировать. И мы... Так что, ой, как же инструмент он к себе. Я если хочу посмотреть, я же говорил, вот это, там, испанский. Испанский, да, это... Там срезиновые, розовые ручки. Да, 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 да. Но я тебе могу сказать, я уже говорил, повторю, что ты, когда вот берешь инструмент, и только тогда ты можешь определить, он твой или как он держится в руке, а еще лучше, когда ты на объекте, это квадратов 20 сделаешь, ну, или 10 хотя бы, ну, за день поработаешь с ним. Ну, что он мне был по-вановски, подарил. То есть я почувствовал, что это не мое. Все-таки, ой, Космой, ты как-то, что я начинал, ну, смой, ты знаешь. Да, 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 да. Закалка осталась. Ну, вот, смотрите, какая получилась у нас. Красота. А, тут Паша попробую его покрутить, вот так поднимю. Вот оно в свете, да, 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 так. Вот так, да, вот туда, вот так, дай, вот так. Вот так раз, да, 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 вот так, да, да, вот так поведи, о, о, чтобы оно там словилось. Отлично, отлично. вот видишь вот у нас уже такой супер кто бы сказал да что здесь всего что у нас лазурь лазурь да и венеция ну лазурь потом еще раз ну можно опять таки делать и вот ну патиной да венецианские мотивы мы ее назовем венецианская патина красиво не было парижская лазурь это будет венецианская так все ребята переходим и ваша сейчас попробует нашу венецианскую патину делает на персидской базуике на персидской штукатурки здесь у нас венеция делали мы венецианская венецианка я на тут ведро я вам покажу это вот этот мармур они улучшили формулу новая формула так что кто знал старую венецию кумовскую рекомендую попробовать новую и сейчас ваша назвали персидскую штукатурку покроет венецианской патиной как этому последнее видео у меня было новейшая да там патина гель а это новейшая патина венецианской патиной так что ищите наш на канале антонов олег декоративные штукатурки таки да мелкие ты попробую такими как за за мощными чтобы ты пользовался всей всей шириной шпатли намного быстрее мы конечно представьте ты будешь и стеночку такими маленьким мозжечками тут это будет слезная история то есть у тебя же инструмент позволяет материал а здесь знаешь что мы еще здесь мы уже попробовали да патиной а ты тут мы попробуем ты возьмешь венецию вот уже по патине ты попробуешь венецианской или там патина еще есть у нас который которая должна подсохнуть или это вот она а ну глянь ничего страшного он не страшно давай такие сделаем вот что два вот на этот попробуем сделать этот оставим да пускай он будет в таком виде а здесь попробуем венецию вот по по нашей да там называемый волшебный да там византийской патине мы попробуем венеции чистые что получится да в чистом виде получается она дала нам пленку и нам она должна дать глубину вот она не будет такая будет посмотрим вот то что ты говорил как лучше от темного к светлому вот тут получается у нас тут от светлого к темному а здесь будет касается от темного но от светлого к темно потом обратно свет вот посмотрим как он будет здесь такой да это может внимание ведре ну потому что она сама природа и он он такой как наша авторская лазурь то есть как обойный клей и на клей пва вот а потом уже добавлен туда цвет то есть цвет ты можешь любой добавлять понял в эту лазурь это не какую тебе там нужно помнишь мы говорили как сделать венецию чтобы она была более видна глубина то есть ты меняешь оттенок да или меняешь цвет вот она такая наша венецианочка все помнишь да положил снял положил снял положил снял положил снял стоп а ну ты посмотрел может там песок ну чё там я вытирал воду руку хорошенько все тогда пошел чтобы там будут не хорошие слова да вот тоже вот интересно сейчас я вам покажу как получается по ну она тоже такая интересная полупрозрачная получается видно глубину получается у нас византийская или венецианская патина византийская патина венецианская это на персидская патина в этом случае да у нас персидская идет а вот так сейчас отсниму все а теперь что-то делаем делаем поливнем правильно поливнем ну давай смотри тут еще у тебя остались такие места теперь видишь получается что когда она подсыхает она что прозрачная становится более так я не сказал бы что она становится более более наоборот видно где ты сам она белая вот когда ты и наносил то оказалось что прозрачность у тебя была по повыше да 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 как бы матово да вот она да вот она как будто бы становится просто губой более глухо глушит немножко тот нижний слой поэтому мы пользуемся чем или воском или лазурь для чего для того чтобы сделать значит мы слой нанесли нашей венецианке по лазурьке или по воску с венеции да что у нас получилось византийская патина значит она так и будет византийская когда мы смешали воск по марселю с венеции получили византийскую патину и поверху мы обратно вернулись чисто венецией и посмотрим как у нас я вижу что получается очень интересный результат получается верхушки там где-то будут глянцевая где-то чуть матовая чем хороши вот такие эксперименты особенно на мастер-классах да когда ты не надо переделывать целую стенку а ты ограничиться только образцом что здесь можно оттачивать какие-то идеи да какие-то непредсказуемые да там результаты которые можно потом применять в практике поэтому где-то даже посмотрели у кого-то срисовали какую-то идею все взяли экспозиторчик и вперед экспериментируйте и опять помнишь мы о чем говорили что всегда оставляйте право за собой да что вот такая она будет только вы решаете никто другой да да какая она должна быть до матовая глянцевая с такой полосочкой как даже говорят а вот это какое-то да вот нет это что за недоразумение ты говоришь а это была авторская задумка вот я хотел чтобы она осталась у итальянцев даже это даже больше ценятся все вот эти изъянчики чем у нас мы делаем какие-то такие сильно рафинированные да образцы а вот у них это все то было видно амазон было видно что это ручная работа что аж мастер ошибался и получается вот этот вот когда чувствует мастер свободу да и вот он делает такие движения вольные то работа видно на расстоянии то есть наши все венецианки они сблизи как будто покрашенная стена вернее сдалека как будто пока только видно вблизи что вот такая рафинированная у итальянцев все это видно сдалека то есть вблизи это размазня размазня как будто первоклассник это сидел а залека это колоритно чувствуется мощь нас чувствуется такая свобода показывала что получается паша его отполировал и вот видно местами до что она где-то попала уже горит конечно да а там закрываться таким электронным а потом надо надо хорошо да и светлый всего добра вот все получилось да наша а ты уже как как ты считаешь да так можно просто чтобы там опять ты удовлетворение получил да да конечно конечно но главное что ты уже да уже нет у тебя это этого комплекса там справишься ты с венецией не справишься ты уже с ней не новые а моты правильно теперь больше мы говорили что если например нам что-то не нравится ну вот какие-то сложилось что мы можем опять положить материал чем то есть уже не надо будет целую стену нет не надо вот просто его нужно вот положил материал снять отболировать да а потом его нужно будет отполировать вот вся вся задача которая и тоже ложим опять положили тонким слоем положили сняли не значит что вот если мы будем здесь вложить слой 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 и у нас что-то красиво не красиво получится только в том случае если мы будем подойдем несколько раз к этому образцу тогда будет теперь смотри вот мы положили все как раз смотри конечно говорили что но не назови ты ее венецианка да назови ее персидская персидская штукатурка и уже ты уходишь от многих шаблонов да которые там навязывать так или иначе там навязывают кто это кто за какие критики понимаешь какой худ совет понимаешь устанавливает какая должна быть венеция я не знаю но когда ты ее называешь то есть ты берешь материал венецию и делаешь свои авторские штукатурки называешь их по-своему только ты решаешь как ну вот где заканчивается грань да между что это художественная или там где художественно ну или там то ли этот дефект да кто-то говорил в декоре нету дефекта дефекта декоре где два минуса там уже плюс то есть дефекта тот же эффект все этики что ты сделал вот и положил и теперь тебе нужно его полирнуть чтобы у тебя она была вся была одна тоненькая вот ты где положил здесь мы положили да вот здесь да вот мы здесь еще раз 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 вот и даже так почувствуешь что она вот даже на ощупь что она уже вся видишь одна тоненькая а здесь чуть-чуть а здесь мы вот еще раз чувствуешь все то есть никаких таких титанических усилий мы не прикладывали то есть мы вроде как играючисть но это мы сделали играючи это когда будет когда ты будешь играть играет ну или делать играючи так а еще что ты вынес с этого с нашего мастер-класса для себя работать работать нет а еще стой 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 сейчас мы еще краска это краска сто процентов так что эта краска сто процентов что еще у нас правил нанесения нет нет законов нет законов а общее общее правило и дальше а общее правило чем они заключаются наносим тонким слоем не переборщаем то есть не только вот если например дразиль нам еще не нравится то мы не ложили да еще слой еще слой еще слой а что мы даем да чтобы она подсохла и потом еще раз можем к нему там вернуться но не ложим сразу вот второй момент работаем да с полупрозрачными лазурьками как мы назвали византийские да там патинки то есть это наша лазурь авторская да клей обойный клей было один к одному и добавляем туда венеции сколько там в этом случае был один к одному тоже великолепно получилось можно использовать опять-таки и лазури которые есть в производстве там иркомовской тот же воск по марселю можем использовать его по венеции ну все может мне кажется уже можно снимать сейчас я тут еще чуть-чуть добавлю ну что получается образец он останется здесь да на производстве иркомовской и пойдет где-то как ну как образец как валютный образец будут на нем равняться регионы нравится 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 я думал думал как ты хотел его думать там отлично видишь практически уже этого и не видно понимаешь такой бульман ты знаешь не разумение что с ним делать Ну а эти вот, эти все, например, можно делать и чуть-чуть, например, ты оттенил, добавился от сида, тогда получаю тоже она будет такая многоцветная, то есть это у тебя уже все надо снимать, потому что чувствую, сейчас я намажу. Продолжение следует...